Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 11 июля 2023 года, вторник. Снаружи температура в тени 35 градусов плюс по Цельсию. В квартире 32 градуса, вот в этой комнате. То, что вы увидели в предыдущем, я еще его не опубликовал, но сейчас будет опубликовано. Супруга в конце вошла в таком неглиже, да? Вот, не сердитесь. Она сидела на балконе, и с балкона у нее палка упала. Ну, сами понимаете, у кого падают палки с балкона. Ну, вот она пришла, потом все-таки халат стала одевать. Но, прошу прощения, я это не видел, но пусть так и будет. Пусть так и будет. Вот такие дела. Жара. Жара влияет, мозги затуманены, запудрены. Тем более, мы живем на самом верху, пятый этаж, южная сторона. Четвертый день подряд 34, а сегодня уже и 35 градусов. Самое главное, что в квартире очень и очень жарко и тепло. Ну, хорошо. Это такое маленькое извинение, вступление. Не обижайтесь, не осуждайте. Вот так получилось. Вот. А сегодня я, сейчас я хочу продолжить чтение или закончить чтение главы из книги французского автора Альфреда Морри «Сон и сновидения. Психологическое исследование и наблюдение. Перевод А.М. Польховского. Москва. 1867 год». Глава называется «Об искусственном сомнамбулизме или месмеризме и его сходство с вышеописанными состояниями». Всё, что раньше было зачитано. Значит, в прошлый раз я первую половину этой главы, она очень большая, а сейчас вторую часть. И надеюсь, что это глава будет, чтение этой главы будет завершено. Итак, начинаю чтение. Если во время бодрствования подобный способ предложения вопросов помогает естественному угадыванию, то помощь, оказываемая такими указаниями, бывает ещё важнее для ясновидящего. Мы видели, что лицо, стоящее около спящего, может вызвать в нём тот или другой ряд сновидений, подвергая его тем или другим внешним впечатлениям. Таким образом, у ясновидящего легче навести мысль на известный ряд явлений и пробудить в его уме представление об известных образах. С ним говорят, привлекает его внимание, окружает его всем, что способно породить в нём идею, которая будто бы ему сообщается. Сохраняя способность понимать то, что ему говорят, лишь бы только установилось прямое сообщение между ним и говорящим, месмеризованный в обращаемых к нему словах находит как бы элементы для своих видений. Но эти последние точно так же, как и оно, как и сновидения, не могут представить ему предметов, которых он не видел, явлений, которых он не знает. В этих видениях, пред очами его духа, развертывались только те представления, какие месмеризованный или гипнотизируемый составил в себе об известных предметах и явлениях. Например, месмеризованного мысленно хотят везти в какую-нибудь местность. Он описывает вам её такой, какой он её себе представляет, а не как она есть на самом деле, если только он предварительно не видел её или, если он руководится, сам того не зная, неверными описаниями, неправильными рисунками, встреченными им в книгах. Видно следственно, что ясновидящий действует совершенно так же, как спящий и исцеплённый, то есть сумасшедший. Однажды ночью мне представлялось во сне, что я вижу Нью-Йорк и прохожу по его улицам в сопровождении одного приятеля. Когда я проснулся, воспоминание об этом сне весьма живо сохранилось в моём уме. У меня ещё как бы перед глазами был общий вид города и одной из его площадей. Днём я отправился на бульвары, где я знал, что был выставлен в одном эстантном магазине вид большого американского города. Вид, привлёкший моё внимание за несколько недель перед тем. И тут я увидел изображение своего сна. Только на этом рисунке необходимо уменьшено. Я не мог узнать большой площади, на которой я воображал себя разгуливающим со своим приятелем. Я долго вспоминал и, наконец, припомнил, что площадь, о которой идёт речь, была большая площадь в Мексике, великолепный рисунок которой я некогда видел в Берлине. Спустя несколько времени я имел положительное доказательство этого, напав случайно на гравюру в одном сочинении, на которой была изображена эта площадь. Таким образом, во сне я смешал воспоминания о двух рисунках и, думая, что нахожусь в Нью-Йорке, где я никогда не был и представлял себе отчасти Мексику. Конечно, если бы я не постарался убедиться в этой ошибке, Мастер, закрывай, дует, в этой ошибке, и если бы я был склонен приписывать своим снам свойства ясновидения, то я вообразил бы, что мысленно путешествовал по Соединённым Штатам. Подобные ошибки часто встречаются у ясновидящих, но на них не обращают внимания, между тем поверка такого рода, как сделанная мной весьма скоро указала бы, что все их видения имеют своим источником воображение. Вот доказательства этого. Одно лицо, которое было магнетизировано у одного из моих знакомых, было мысленно приведено в Париж, между тем, как в действительности оно в то время находилось на 15 лье от столицы. Тем же способом провели его во французский театр, и оно описало не только залу, но даже и пьесу, которую, по его мнению, играли в эту минуту. По поверке сделанной последствия оказалось, что в этот день вовсе не было спектакля во французском театре. Сверх того, описание зала было неточно, очевидно магнетизированный, заподозрить которого в обмане было невозможно, воображал, что видит, как разыгрывает пьесу, и представлял себе зрительную залу совершенно другую, чем во французском театре. Один ясновидящий, о котором много говорили, Каликст, когда был опрошен мною о городе Алжире, который я знал очень хорошо, описал его мне так, что легко можно было заметить, что это описание сделано им не на основании действительно полученных впечатлений, а на основании несколько смутного воспоминания о том, что он мог узнать об Алжире. В магнетическом состоянии точно так же, как и во время сна, темы для видений даются воспоминания. Оживившись, он служит для духа рамкой, в которой он располагает ряд химерических идей, которыми бывает наполнен, и которые легковерная масса старается сблизить с действительными фактами, согласить так или иначе с вопросами, адресуемыми ясновидящему. Но между тем, как спрашивающий старается найти в ответах факты, которые ему известны, он не замечает, как я говорил об этом выше, что он весьма помогает ясновидящему своими словами. Он некоторым образом берет его за руку, чтобы провести сквозь туман сновидения в те места, которые воображает, заставить его мысленно посетить. Берет его за руку, чтобы навести на тот предмет, который он хочет заставить его отгадать. Иступленный или сумасшедший точно так же переносится мысленно в те местности, которые представляет ему его воображение. Он воображает, что присутствует при сценах, которые рисуются в его фантазии и которые внушены ему его размышлениями и лечением. На всех этих видениях отражается сверх того характер понятия и преобладающие мысли исцепленного или ясновидящего. А потому они бывают тем более похожи на действительность, чем более ясные понятия имеет ясновидящий о тех предметах, которые воображает видение. Моррен в своем сочинении «Du magnetisme et des science occultes», которое я особенно рекомендовал бы прочесть, весьма верно уловил настоящий характер того, что называют самнамбулическим предвидением. Я приведу его собственные слова. Начало цитаты. Эта способность предвидения, существующая у всех людей в большей или меньшей степени, может доходить до чрезвычайного развития у некоторых неделимых, особенно при обстоятельствах, производящих усиленное возбуждение мозга. У многих ясновидящих умственные способности доходят до сильного напряжения и развивается удивительное ясновидение. Тогда-то способность предвидения чрезвычайно превышает обычный уровень и дает недопустимые результаты. Конец цитаты. Но не нужно забывать, что естественная проницательность не всегда бывает результатом опытности, терпеливого и продолжительного наблюдения. Часто она бывает прирожденным свойством ума, подобно филологической проницательности, дающей возможность уловить с первого взгляда смысл неразборчивого текста или подобно математическому дару, который позволяет человеку постигать отношения линий и чисел, которые большинством не были бы замечены даже после долгих размышлений. У людей бывает дар постигать события, как бывает дар постигать характеры и вещи. Дар этот может развиваться практикой, но не дается одной ею. Один с первого взгляда далее прозревает в будущее, чем другой, который целые годы старается проникнуть в его тайны. Так как естественное предвидение составляет одну из психических способностей, то легко объяснить себе, почему особые мозговые условия могут помогать ей, могут усиливать ее проявления. Магнетическое действие ограничивается тем, что порождает эти условия. Я мог бы опереться еще на некоторые философские доводы, чтобы опровергнуть возможность существования при сомнамбулическом состоянии действительно пророческого дара. Но эти доводы, без сомнения, не удовлетворили бы тех, которые допускают возможность особых состояний, при которых душа входит в сообщения с бесконечным и до некоторой степени участвует в божественном предвидении. Притом, мне достаточно сослаться на то, что говорит Альберт Лемуан в своем сочинении о сне. Ум магнетизированного находится в совершенно пассивном состоянии. Магнетизированный не воздействует на самого себя. Ослабление его рассудка не позволяет ему замечать, что он сам виновник своих галлюцинаций. Вот почему он воображает все, что все то, что приходит ему самопроизвольно на ум, приносится к нему извне или есть следствие пророческого и сверхъестественного дара. Он придает характер предсказаний мыслям, которые вдруг возникают в его мозгу. Если бы собрать все предсказания ясневидящих, которые не осуществились, все ложные известия, которые они сообщили, все нелепые советы, которые были ими даваемы больным, то мы убедились бы, насколько четно желание адептов животного магнетизма разоблачить пред нами будущее. в них мы нашли бы столько же ложного, сколько его могли бы доставить сны тем, которые искали бы в них откровения будущих событий. Мася, я прошу тебя, сейчас не выходи, я мокрый, и пока ты пройдешь, меня и продует. Я закончу, и ты выйдешь. Я очень хорошо знаю, что собрано большое число свидетельств, чтобы доказать, что в некоторых случаях сон может принимать пророческий характер и указать, что иногда он бывает одной из форм предвидения, предчувствия. Шернер привел в своем сочинении многие из таких снов и старался дать им психологическое объяснение, но при исследовании подобных снов необходимо могло бы поступать так же, как делалось относительно многих других воображаемых чудес, то есть следовало бы, прежде чем придумывать для них объяснение, предварительно ясно доказать, что они действительно были, но этого сделать в настоящее время нельзя. Сравните. Между тем, это небольшое число фактов, часто сомнительной достоверности и переданных людьми легковерными и без всякой критики с бесчисленным вздором наших ежедневных сновидений, и вы убедитесь, что эти пророческие сны просто случайные сопадения или следствие предчувствия, зависящего от естественных причин. Помните, я в своем последнем стриме говорил о, скажем так, в этих жалюзи, да, которые не опускались, и в этот день должен был, значит, естественно, то, что они не опускались, это делало мне большую дырку в голове, потому что я уже знал о предстоящих четырех днях, значит, колоссальнейшей жары, и таким образом это меня занимало. А вот в этот день, когда мне приснился, кстати, днем сон, значит, должен был прийти младший сын, у которого золотые руки, который, в общем-то, это его большой-большой конек, значит, что он приходил забирать этот вот, значит, охладитель воздуха, вот, и вот мне приснился этот сон, приснился он так, значит, я захожу вот в эту комнату из спальни и вижу, что жалюзи опущены. И я все это приписал, значит, то, что это исправило, сделала моя супруга, и удивляюсь, как это мне не удалось, а супруге удалось. Значит, вы понимаете, вот тут я и дал объяснение, кстати, и в своем стриме, и сейчас повторяю его, я желал этого, я надеялся на то, что все-таки сын исправит это. Кстати, так оно и произошло. Там надолго исправил, ненадолго, это другой вопрос. Но, по крайней мере, вы видите, вот жалюзи приспущены, вот, вот и все. Вот это как раз то, о чем говорит, скажем так, вот, Моро, да, или Мори, 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 Альфред Мори, вот, то есть это предвидение, то есть я предвидел, я предполагал, я надеялся, вот, на то, что сын исправит, значит, эти жалюзи, они будут, скажем так, опущены, вот, то есть никакого ясновидения здесь нет, никакой мистики здесь нет, вот, так, заметьте, что в настоящее время, когда вера в сновидение исчезло, указания на пророческие сны делаются лишь весьма редко, между тем, как от древних времен до нас дошло большое число таких снов, вот тут я не заметил, есть ссылка, сейчас, секундочку, ссылка на Шернер, вот Шернер, который привел в своем сочинении многие из них, нет, это не Шернер, сейчас, сейчас я найду, да, значит, вот что, то мы убедились бы, насколько четно желание адептов животного магнетизма разоблачить перед нами будущее, разоблачить, то есть, предсказать будущее, и вот ссылка, смотри сочинение Мамбрю, я замечу, однако, что почтенный автор этого сочинения зашел, кажется, слишком далеко в своем недоверии, тот же упрек можно сделать Дюбуа и Бурдену, написавшим академическую историю животного магнетизма, адепты Месмерра и Пьюсе Гюрра, это открывателя Песюгер, он открыл сомнамбулизм, своими преувеличениями вызвали реакцию в представлениях о магнетизме, и много врачей одались тогда систематическому скептицизму, в котором столь же мало философского, как и легковерия, которого они хотели, которое они хотели побороть. Вот, значит, это вот ссылка, которую я не зачитал, продолжаю читать текст, следовательно, все это больше было следствием суеверия, чем наблюдения, то есть пророческие сны. Не нужно также забывать, что во сне мы обыкновенно видим то, что нас занимает. Ну, правильно, эти жалюзи меня занимали, вот, и за несколько часов до прихода сына, вот, видимо, особо занимали. А то, что занимает нас, может иногда существовать в нас так, что мы не сознаем его, правильно, может быть, я и не осознавал этого, когда думал. Жизнь, то есть, я-то, конечно, сознавал, потому что несколько дней я рассчитывал на это, но вот перед этим сновидением я, по-моему, об этом не думал, что вот заново этот вот жалюзи будут опущены. Жизнь, деятельная, преисполненная занятий, часто мешает нашему уму останавливаться на некоторых размышлениях, сосредотачиваться на некоторых заботах, которые, однако, приводят в движение известные фибры нашего мозга. Воля, управляя нашими мыслями, гонит от нас эти думы, но во сне воля не действует или действует очень слабо и дух весь отдаётся тогда инстинктивным или автоматическим побуждением. Видите, книга написана в 60-каком-то году, 1800. Вы видите, уже тогда были умные люди и все эти пророческие сновидения были опровергнуты, уже опровергаемыми наукой. И дух весь отдаётся тогда инстинктивным или автоматическим побуждением. В таком случае эти побуждения берут вер, и чувства или идеи, волновавшие наш дух, без нашего ведома, начинают проявляться свободно и приобретают тем более силы, что сон придаёт им объективный характер. Мы выйдем во сне смерти, за жизнь которых давно уже тайно опасаемся. Встречаем друзей, продолжительное отсутствие которых усиливало желание увидеть их снова, и которые часто вследствие этого продолжительного отсутствия не замедляют вернуться к нам. Узнаём об осуществлении своих желаний, об успехе предприятия, которые уже подготовлялся, или о разрушении своих надежд, несбыточность которых уже предсказывали нам различные предвестники. Видим лиц, которых как будто бы никогда не видели, но которые однако встречались нам и произвели на нас впечатление, хотя мы этого и не осознавали. Масик, я ж попросил тебя. Я не выхожу. А? Я не выхожу. Ну ты ж только, ну только быстро выходи. Я мокрый, понимаешь, я не хочу, простый. Я ж тебя прошу, зачем? Я не выхожу, ты не выходи. А, ну если ты не выходи, всё, 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 не мешай, пожалуйста. На чё ты встала? Сиди. Все эти условия предрасполагают нас к естественному предчувствию того, что должно случиться. И таким-то образом объясняется пророческий характер, представляемый некоторыми сновидениями. Характер, который столь сильно поражал древних. Один знакомый мне офицер, воображение которого было явно занято предстоящей войной с Россией, увидел во сне в 1852 году, что он был послан драться с русскими в Турцию и погиб на войне. Через несколько лет этот сон сбылся. Вот пример предвидения, который бы особенно поразил наших отцов, но в котором, однако, нет ничего сверхъестественного. Поищите причины снов, выдаваемых за пророческие, и вы убедитесь, что лица их видевшие были прежде заняты теми событиями, в которым эти сновидения относятся, и признаете, что предчувствие здесь было основано на догадках рациональных, хотя и инстинктивных. К сожалению, авторы, у которых записаны эти пророческие сновидения, авторы, значит, они не собрали тех указаний, которые могли бы дать нам возможность определить настоящий характер этих сновидений, ибо записывать подобные сны заставляла этих авторов любовь к чудесному. Эти рассуждения приложимы и к предвидению ясновидящих, к предполагаемой в них способности узнавать по наитию то, что происходит вдали от них. Я, разумеется, не говорю о тех обманах, к которым прибегают мнимые ясновидящие люди, которые употребляют животный магнетизм как средство нажива деньги. Я имею в виду лишь небольшое число тех, которые производят свои опыты с полной добросовестностью. У искусственного лунатика точно так же, как и у человека спящего, идеи самопроизвольно влияющие, являющиеся духу с чрезвычайной живостью бывают результатом забот, волновавших дух, продолжение бодрствования и оставивших мозгу некоторые колебания. То же самое бывает иногда и при естественном лунатизме. В состоянии магнетическом, сомнамбулическом и даже продолжении простого сна, время замечается более или менее смутно. Это чувствование времени представляет наконец тот же самый характер, как и продолжение бодрствования, является тем в большой степени, чем менее глубоко размышление, чем слабее погружение в некоторые мысли. Если какой-нибудь разговор очаровывает или пленяет нас, если какое-нибудь зрелище приводит нас в восторг, если наше внимание вполне сосредоточено на какой-нибудь умственной работе, то время течет для нас так, что мы не замечаем его. Так как дух не возвращается в известные моменты к самому себе, то, что давало бы возможность определить протекшее время, то продолжительность времени не чувствуется не вполне. Если же напротив мы имеем полную возможность сличать каждое из наших действий с явлениями, измеряющими их продолжительность, то нам удается гораздо точнее определить время животные, которые, конечно, не предаются слишком глубоким размышлениям, и внимание которых обыкновенно столь же подвижно, как и у детей, часто обнаруживает точное чувство времени. У меня есть кошка, которая отлично знает часы еды, и с достаточной вероятностью определяет время, когда вернется с рынка служанка, на которой лежит обязан кормить ее. Ну, это Павлов открыл, да, условный рефлекс у собак, да, их кормить, звонок, но там правда другое, там на звонок условный рефлекс, значит, кормление, звонок, кормление, звонок, кормление, звонок, потом звонок без всякого кормления, а желудочный сок вырабатывается, ну, и тут вот, видите, кошка, видите, уже задолго до Павлова уже, видите, француз уже, в общем-то, подошел, почти что подошел к условному рефлексу. Так, у одного из моих братьев была собака, которая знала почти минуту в минуту час, когда брат отправлялся в свою контору, куда она имела обыкновение провожать его, когда било четыре часа, собака просыпалась и готовилась идти со своим хозяином. волки и вообще красный зверь знает очень хорошо, в какую минуту дня выйдут в поле стада, на которое они замышляют напасть, лошадь, которую ежедневно проводят в известный час, проводят в известный час, доходит до того, что узнает за несколько минут время своего выхода из конюшни. Подобные факты замечаются ежедневно, они принадлежат к ряду явлений, обусловливаемых привычкой. Час, назначенный для еды, прогулки, труда, приносит для известных органов к концу известного времени потребность в покое или в перемене в образе действий. Голод увендовляет нас, а часи еды усталость говорит нам, что обычный труд наш выполнен. Точно так же вследствие привычки, как заметил это Александр Бертран, мы просыпаемся в известный час, хотя и не прорываем время от времени своего сна, чтобы узнать, сколько времени мы проспали. Если же эта привычка еще не приобретена нами, то мы можем знать время, как я сейчас это сказал, только отвлекая наше внимание от наших занятий. Нам нужно через известные промежутки проверять сравнениями, сколько уже прошло времени. Человек еще не привыкший вставать в определенный час, спит сном неполным и несколько раз просыпается ночью. Люди не одинаково способны приобретать эту привычку. есть, которые никогда до этого не достигают. Другие, напротив, приобретают ее скоро, крепко думая до сна о том, чтобы проснуться в известный час. По всей вероятности, эта крепкая дума мешает всем частям мозга прийти в одинаковое оцепенение и предрасполагает чувство к восприятию малейших впечатлений, способных уведомить нас о наступлении часа пробуждений. Таким образом, чувство времени, замечаемое у естественных и искусственных лунатиков, нисколько не служит доказательством, что они владеют способностью узнавать время по наитию. Ясновидящий точно так же предсказывает час, когда кончится его припадок или как долго будет продолжаться болезнь, которой он страдает и которую припадок его осложняется, как может спящий, прежде чем он отдастся покою, сказать вам, если только привык просыпаться в один и тот же час, когда он встанет. Нервные же болезни, часто связанные с различными формами сомномбулизма, носят вообще характер периодический, и этим объясняется случай предвидения, продолжительности припадков, случаи, о которых говорят некоторые авторы, и в которых видели следствие пророческого дара. Ясновидящая доктора Месне точно так же весьма верно предсказывала продолжительных своих истерических приступов. Здесь ссылка. Смотри. Касательно чувства времени у некоторых истеричных интересное наблюдение доктора Латура, приведенное Ге-Ританом в донесении Орлеанскому Обществу Физических Наук. Множество врачей со времени Аретея подтвердили возможность предвидения в различных болезнях. Нетрудно так же понять, что естественные луннатики могут, не отдавая себе в том отчёта, заключать о некоторых симптомах наступления или скорого исчезновения своих припадков, как это так же бывает по наблюдению доктора Фавро и со многими каталептиками. Это одно из проявлений естественного предвидения, подобное тому, какое представляют нам больные, предсказывающие свой близкий конец. Это предвидение зависит от смутного чувства разложения происходящего в организме. Сверх того, нужно заметить, что так как усиленное нервное возбуждение делает организм гораздо более чувствительным к некоторым впечатлениям, которые во время здоровья действуют на нас лишь слабо, то чувство внутреннего страдания, чувство того, что можно назвать впечатлением смерти или впечатлением припадка, должно быть более сильно. смотри, что сказано об одной сумасшедшей, которая предсказывала наступление бурь, и дается ссылка на французский журнал. Но как бы мы не объяснили или не объясняли способность узнавать время бесспорно то, что она существует в человеке и проявляется в различных степенях следственно, в некоторых болезненных состояниях, она может быть усилена или ослаблена. Доктор Рех и другие врачи подтвердили, что это чувство в значительной степени исчезает у человека, принявшего гашишу, гашиш, каннабис. Так, одно лицо, которому был прописан этот препарат, вообразилось, что оно прожило три тысячи лет. Кстати, вы же видите, середина девятнадцатого века, и уже врачи приписывали каннабис, ну и сейчас каннабис приписывают. Недаром, да, говорят, что всё новое, это что хорошо забытое старое. Ну вот, видите, доктор Рекс и другие врачи подтвердили, что это чувство в значительной степени исчезает у человека, принявшего гашиш. Така, одно лицо, которому был прописан врачом, этот препарат вообразило, что оно прожило три тысячи лет. Так что вот вам, видите, вот вам и всё. Всё новое, хорошо забытое, старое, или, как говорил экклезиаст в Ветхом Завете, да, ничто не происходит, под солнцем или под луной уже не помнишь, чего уже не было. Вот вам и всё. Это сколько прошло? Это где-то середина девятнадцатого, середина двадцатого сто лет, это сто пятьдесят, и ещё это почти двести лет, к сто восьмидесяти годам. Вот, и сейчас возврат, опять опиум лечат, пытаются лечить психостимулятами, психоделиками, и в том числе и каннабисом. Во сне чувство времени иногда сохраняется. Обыкновенно же оно и сглаживается вполне. Несколько ночей назад я видел во сне, что путешествую по Португалии, стране, которую я никогда не посещал, и мне казалось, что это путешествие продолжается несколько месяцев. факты, о которых я напомнил, должны быть допускаемы не иначе, как с чрезвычайной осторожностью, ибо они не все достоверны в одинаковой степени. Нельзя, конечно, отрицать, что предвидение времени, сколько должен продолжаться припадок или болезнь, иногда не замечается у некоторых ясновидящих. Сущность же сказанного мною заключается в том, что это предвидение есть нечто иное, а не пророческий дар. Прибавим к этому, что воображение, играющее столь значительную роль в нервных болезнях, особенно помогает соглашать события с представлениями, какие имеют о них больные. А когда эти представления являются у больных совершенно самопроизвольно, то они кажутся им настоящим откровением и влияют на их последующее состояние гораздо больше, чем простое заключение из фактов. Инстинктивный выбор лекарств, о котором так много говорили, точно так же, как и предвидение времени или как существование пророческого дара, не может быть приведен в доказательство сверхъестественного происхождения сомномбулического состояния. Во-первых, не подлежит сомнению, что роль врачей магнетизёров очень часто принимают на себя коростолюбивые шарлатаны, заимствующие все своё знание от невежественных сомнамбу, которые дают самые смешные советы и ответы, которых указывает, что им совершенно чужды все физиологические и терапевтические понятия. Если же средства, предписываемые этими обманщиками людям, предубеждённым и легковерным, иногда приносят пользу, то в этом нет ничего удивительного. Мы знаем, какое имеет влияние уверенность и воображение на ход болезни. Внушение. Притом большинство обращающихся за советами к ясновидящим обыкновенно страдают нервными болезнями, то есть именно тем родом болезни, на который воображение имеет всего более действие. Если же не принимать в расчёт тех случаев, в которых очевиден обман, а таких случаев тысячи, то в защиту мнимого инстинкта больных не на что будет сослаться, за исключением разве нескольких ответов, подходящих к действительному болезненному состоянию спрашивающего. Но эти ответы в конце концов есть не что иное, как выражение мнения ясновидящего о природе той болезни, по поводу которой ему предлагается вопрос. Познакомившись со многими из таких ответов, я мог убедиться, что они не более как рассказ о видениях, относящихся к искомой болезни, которую воображение ясновидящего сильно занято. Эти видения, смотря по медицинскому образованию магнетизированного лица и по степени точности его естественной диагностики, бывают более или менее согласны с действительностью. Ясновидящий, пишет доктор Ростан, которого нельзя обвинить в скептицизме касательно животного магнетизма, уверяют, что они видят внутри тела. Несколько раз повторенные мной исследования доказали мне, что ясновидящие употребляют усилия, чтобы разглядеть свои органы. Те же исследования достаточно убедили меня, что ясновидящие испытывают некоторые внутренние ощущения, но мне всегда приходилось получать описание совершенно ложные или по крайней мере весьма ошибочные. Чрезвычайно редко бывает, чтобы сам нам было, даже самые ясновидящие видели приблизительно внутри себя. У них по большей части бывает лишь вздорные идеи, походящие на пустые сны. И вот и все. Конец цитаты. Итак, в магнетическом состоянии не бывает предвидения лекарств, не бывает прозрения во внутренность больного тела, а только простая галлюцинация, сон, во время которого ясновидящий видит то, что воображает видеть. Если он представляет себе что-нибудь сходное с тем страданием, которому подвержен спрашивающий, и то на основании сообщенных ему указаний, то будет вполне казаться, что он угадает натуру болезни. Если же ясновидящий владеет при том и некоторыми терапевтическими знаниями, то иногда может предписать и действительно полезные средства, ибо нужно заметить, он всегда вращается в сфере уже известных врачебных средств. И вот доказательство, что у ясновидящих нет никакого врабчебного вдохновения, ни один из них не открыл ни одного нового специфического средства. Кроме того, нужно заметить, что в своих ответах магнетизированное лицо находится почти всегда под влиянием идей, на которые наводит его магнетизер, а это заставляет меня сказать несколько слов об одном и самых чудесных явлений, приписываемых искусственному сомнамбулизму о сообщении мыслей. Выше я уже заметил, что известные гипнотические приемы производят обыкновенно заметное ослабление воли и расстраивают способность суждения. Гипнотизированный впадает некоторым образом, пассивное состояние, весьма сходное с тем, какое представляет нам некоторые случаи умственного помешательства, он не противодействует более внешним впечатлениям, или противодействуя им лишь весьма слабо, почти всегда находится под их властью. Лишенный произвольных желаний, если можно так выразиться, или лишенный, если вам угодно, сознательной воли, пациент имеет лишь представления, возбуждаемые в нем впечатлениями, которым он бывает подвергнут, или прямо сообщаемые ему словами лиц, делающих вопросы. Во всех других случаях он остается в некоторого рода оцепенении, в состоянии замечаемой у некоторых умалишенных и у кретинов. Ссылка. Смотри об этом мою статью в таком-то журнале о вырождениях человеческого рода и о кретинизме в особенности. Значит, во всех других случаях он остается в некоторого рода оцепенении, в состоянии замечаемой у некоторых умалишенных и у кретинов. Тогда происходит род обворожение, фасцинейшн, которое врач Брейт изучил впервые и опыты над которым Филлипса доставили весьма интересные результаты. Цитата. «В том состоянии, в каком находится пациент, пишет первый, то есть Брейт, его внимание сосредотачивается на всякой мысли, которая представляется ему или на который его наводят, притом наводит его на мысль можно, наводить его на мысль можно, или словами, или чувственными впечатлениями, производимыми на тот или другой орган чувства, ибо дух, естественно, переносит внимание на возбужденный пункт, и тогда пробуждается представление, которое имеет связь с этим пунктам, которые соответствуют отправлению возбужденного органа. Пациент в этом случае подчиняется высшей степени внешним влияниям. Всякая мысль, на которую его наводят словом ли или тоном голоса, мгновенно воспринимается им и высказывается так, что можно подумать, что он повинуется некоторого рода наитию или вдохновению. Гипнотизированный или гипнотизированный доверит в то, что ему говорят, потому что слова, которые к нему обращают, знаки, которые ему делают, или лучше сказать мысль, таким образом выражены, производят на его воображение, на его ослабленную способность, разумение, такое впечатление, что он не может более избежать его последствий. Сообщенная идея вызывает внутреннее ощущение, неразлучное с мыслью об этом самом ощущении. Вследствие атонии нервной системы это приведенное на память ощущение, которое было бы слабо в состоянии нормальном, проявляется здесь с такой же силой, как и действительное ощущение. Вы говорите, например, гипнотизированному лицу ты не можешь открыть рта. Вы произносите эти слова громко и несколько раз, так, чтобы произвести живое впечатление на его воображение, потрясти части его мозга, которые нужно привести в действие для восприятия этой идеи. Мысль о невозможности открыть рот сильно овладевает тогда духом пациента и необходимо сопровождается воспоминанием или слабым отражением ощущения, которые мы действительно испытывали бы, если бы не могли открыть рта. Это то же самое явление, какое происходит у ипохондрика. Одна мысль о болезни, о страдании заставляет его испытывать эту болезнь. Он ощущает боли, причина которых заключается не в страдании органа, а в воспоминании, в оживлении ощущения, которым сопровождается всякая мысль. Внимание, сильно обращенное на орган, который хотят поразить болезнью воображаемым параличом, увеличивает еще более это действие, ибо внимание производит прилив крови к той части тела, на которую обращено внимание. Когда кровь свободно притекает к органу, то в нем гораздо легче возбудить боль одной мыслью. Таким образом, я много раз замечал, что одно намерение читать напечатанное весьма мелкими буквами производило во сне ощущение усталости в глазах. Всякому также известно, что мысль о зевоте возбуждает зевоту, мысль о вкусном кушании заставляет нас испытывать начало вкусового ощущения. Поэтому понятно, что вследствие нервной реакции внимание беспрестанно обращаемое на какой-нибудь орган может произвести в нем расстройство и породить болезнь, которая была занята воображением. Вследствие ослабления нервной системы нервная сила, предназначенная для деятельности конечностей, пораженной в гипнотическом состоянии, оцепенением, сосредотачивается и, так сказать, собирается в мозгу, почему отражение ощущений проходит с большей энергией, имеет значительное сходство с действительным ощущением. Если, как старался доказать этого Льюис в одном весьма замечательном сочинении, чувственные впечатления, расходящиеся из центров оптического слоя, ясно воспринимаются и переходят в состояние воспоминаний в сплетениях коркового вещества мозга, если в то же время оттуда же они расходятся, чтобы выразиться внешним образом посредством ощутимых и видимых проявлений, то понятно, что усиленное возбуждение этой мозговой области порождает автоматические проявления, столь же сильные, как и чувственные впечатления, отражение которых производит идею. В этом случае колебания, сообщенные с плетением коркового вещества словом или знаком, переходит весьма реальное ощущение соответствующей идеи, которые это слово или этот знак выражает, и человек, пришедший в состояние мозговой атонии, сопровождаемая чрезвычайной впечатлительностью оцепеневшей части мозга, действительно чувствует то, о чем ему сообщает лишь одну мысль. Вот таким образом, гипнотизированный, которого уверят, что он не может говорить, почувствует нечто сходное с тем, что он ощущал бы, если бы действительно его рот был сильно сжат. Ссылка. Достаточно наблюдать за собой, когда произносишь мысленно слова, чтобы убедиться, что это так сопровождается отражением на губы и рот, соответствующих мускулам, которые были бы приведены в движение, если те же самые слова произносились бы вслух. Когда нервы немного возбуждены, то это отраженное ощущение весьма заметно. Бывает даже трепетание в звуковых органах, доказательство, что мысль родившаяся из ощущения вызывает в свою очередь ощущение подобное тому, какое породило. Если же мысль будет автоматичной, бессознательной, то дух не уловит причину этого ощущения и примет его за следствие внешней причины. Здесь, как видно, происходит то же самое явление, как и в галлюцинации. Все правильно. Так, в этом-то, как кажется, и состоит явление обворожения fascination, вызываемое сильным впечатлением у лиц нежного или слабого нервного сложения. Подобное же обворожение, в кавычках, вследствие той же причины производит, производится страхом ребенок, который вас знает и знает очень хорошо, что вы переоделись или что ваше лицо вдруг приняло странный вид и спускает крик, когда вы являетесь перед ним в таком превращении. Вы говорите ему, я волк, я зверь, я сним тебя, и он прячет свое лицо и бежит с плачем. Здесь очевидна мысль, на которую мы навели ребенка, производит на его дух столь же сильное впечатление, как и самая действительность. Он кончает тем, что на минуту верить, что вы волк или дикий зверь, он бежит, чтобы скрыться от воображения, которое овладевает им. И как-нибудь вечером среди тишины и мрака расскажите трусливым людям какую-нибудь историю о выходцах с того света. Притом и голосами, жестами постарайтесь сделать ваш рассказ еще ужаснее, и вам нетрудно будет навести на ваших слушателей на мысль, что выходцы с того света здесь в комнате. Каждый из слушателей, объятый суверным страхом, будет верить, что он видит и слышит призрак. Что же здесь происходит еще вопрос. Идея не вызвала ли воспоминания об ощущении столь же сильного, как было бы само ощущение? Вопрос. Дух чувствует, как настоящий образ, эту идею, которая есть лишь образ ослабленной, потому, что впечатлительность духа, то есть мозговое и нервное возбужение, придает малейшим внутренним ощущением ту же силу, как и действительно чувственным ощущением. Вследствие явления того же рода происходит иногда излечение болезни под влиянием сильной уверенности, впечатлительности бывает так велика, что убеждение, составленное на основании уверенности, превращается в действительное ощущение, которое, действуя на организм, производит в нем спасительную перемену. Ссылка. Я уже представил несколько примеров этого действия духовной стороны на физическую в моем сочинении. Указано сочинение Париж 1860 год. Случаи излечения вследствие одной уверенности были наблюдаемые во многих местах. Эти излечения происходят у лиц нервного, нежного или весьма раздражительного сложения, не от сомнения, что от влияния духовной стороны человека могут происходить большие изменения в его организме. Филлипс рассказывает историю одной женщины, которая под влиянием сильного страха, внушенного ей отнятием огромного зоба, которым она страдала, почти внезапно избавилась от этой болезни. Монтен в первой части своих опытов о сне воображения приводит большое число случаев подобного рода, которые доказывают верность известной аксиомы. Сильное воображение порождает или порождает болезнь. Ну, вот так. Так. Дальше. Следствие навождения сугещен, замечаемое у некоторых магнетизированных, принадлежат к этой же категории сильных действий духа на чувство и организм. Вы сообщаете ясновидящему идеи или жестами или словами эти идеи производит столь сильное действие на его ослабленный припадком дух, что не замедляет приобретать такую же силу, как и ощущения, возникающие из внешних впечатлений. Я присутствовал у доктора Пюэли при опытах подобного рода. магнетизированному говорили, что он не может поднять рук, и он до такой степени поверил этому, что действительно стал неспособным поднять их. Одна мысль об этой невозможности вызвала в нем ощущение совершенно сходное с тем, какое бы он испытывал бы, если бы его рука на самом деле была парализована. Другому ясновидящему было сказано, что он видит перед собой льва. Лицо, сказавшее это, в то же время подражало львиной походке, ходило на четвереньках и испускало рычание. Тогда магнетизированный обнаружил сильный страх, выразившийся на его лице и высказал все признаки положительного убеждения. Точно так же на одном из сеансов у барона Дюпоте я видел одного моего знакомого, искренность которого я никак не могу заподозрить, которого было объявлено магнетизером, что он не может перешагнуть через линию, начерченную мелом на полу. Магнетизированный подошел к этой линии, но тут был удержан как бы магической силой, которая в сущности была ничто иное, как его собственное воображение. Подвергнутое в состоянии сомномбулической анестезии лицо, о котором я говорю, испытывало на себе не действие воли магнетизера, а именно власть сообщенной ему мысли. Одна мысль, что нельзя перешагнуть линию, начерченную на полу мелом, производила на его слабший мост то же самое действие, как и действительное препятствие, которое бы мешало ему перейти через эту линию. Причина того же самого рода заставляет ясновидящего думать, что он пьет чай или лимонад, между тем, как на самом деле он голодает только простую воду, и думать именно потому, что вы сказали ему, что предлагаете ему такой напиток. Врачи обыкновенно говорят, что это чисто действие воображения. Это совершенно верно, но отмет такого рода еще не объясняет явление нужное, чтобы нам было указано, почему в это время воображение действует с такой силой, как и свидетельство внешних чувств. Объяснение этого факта, как мне кажется, заключается в следующем на ослабленную иннервацию, лишенную своей естественной энергии образ, носящийся воображение, действует столь же сильно, как и действительный предмет. Здесь настоящая галлюцинация, для вызова которой достаточно слова или жеста. У исцепленных сумасшедших подобные воображаемые ощущения порождаются не только мыслью, сообщенной другим лицом, но и внушенной чтением мистических книг. Твердое убеждение в существовании разных несбыточных явлений, замечаемое, сумасшедшее, часто имеет то же самое происхождение. Один польский врач рассказывал мне про одного умалишенного, который воображал, что у него на голове огромный олень и рог. Больного уверили, что ему срежет этот рог, и во время этой мнимой операции он испускал крик, как будто бы чувствовал действительную боль. Таким образом, мысль вызывала в нем столь же сильное ощущение, как и действительность, и воображение говорило с такой же силой, как и самые чувства. Факты такого рода, как сообщенные мной, привели к учению о сообщении мыслей о влиянии воли магнетизера на своего пациента. Я присутствовал при многих опытах животного магнетизма, я спрашивал многих просвещенных и добросовестнейших наблюдателей, и мне не пришлось узнать ни одного факта, который бы доказывал возможность этого сообщения без посредства слов, выражения лица или жестов. Я не говорю, чтобы весьма простая идея не могла разом представиться уму магнетизера и магнетизируемого, когда при соприкосновении друг с другом они находятся в условиях, способных вызвать эту идею. Мы видим часто, что два лица, живущие вместе, вдруг нападают на одну и ту же мысль, хотя и не говорили между собой или говорили с промежутками. У меня это часто случалось с моей матерью и женой, но ведь этого же нельзя назвать, этого же нельзя назвать сообщением мыслей. Наши идеи самопроизвольно рождаются в нас под бессознательным действием множества внутренних или внешних ощущений, а потому понятно, что двум лицам, привыкшим жить вместе и при одинаковых условиях вдруг может прийти в голову одна и та же мысль. Заметьте, что разговор или предшествовавшие явления часто вызывают одну и ту же мысль в двух различных лицах. То же самое бывает с магнетизером и ясновидящим. Не нужно также забывать влияние взгляда того, что называется выражением глаз, которое есть также язык, ведь по взгляду нас понимают животные, понимают дети, ведь взглядом мы часто обнаруживаем свои самые сокровенные мысли и мы знаем, какую важную роль играет взгляд в магнетизации. Что же касается до мыслей вполне развитых, до разговора, который бы происходил мысленно между магнетизером и магнетизируем, то, повторяю, я не знаю ни одного вполне убедительного доказательства пользы этого. Многие искусные наблюдатели, много раз делавшие подобного рода опыты, тоже могли собрать лишь весьма сомнительные доказательства. Но если бы и было доказано лучшим, чем это сделано до сих пор, что при некоторых обстоятельствах между магнетизером и магнетизируемыми может происходить передача мысли, то из этого нужно было бы только заключить, что вследствие тесной связи, установившейся между двумя организмами, поставленными в одинаковые условия, известная умственная операция происходит одинаково в обоих мозгах и приводит к одинаковым результатам. Притом для этого не нужно абсолютного сходства. В умственном состоянии достаточно сходства физической организации, ибо знаменитые сиамские близнецы, которые были соединены лишь простым кожистым придатком имели почти всегда в одно и то же время одни и те же мысли, нисколько не сообщая их друг другу. У них всегда были одинаковые намерения, и они двигались в одинаковом направлении, никогда не уславливаясь в этом и не прибегая к соглашению относительно действий, которые должны были выполнять вместе. Интересно, очень интересно. Видите, два близнеца, мысли обоих мозгов, несмотря на то, что связь была между ними только кожаная, значит, были одинаковы. Как бы два мозга работали в одной программе. Точно так же известно много случаев, когда братья и сестры подвержены были одному и тому же роду бреда или умственного помешательства. но это индуцированная бред. Сверхсказанного предполагаемое сообщение мыслей происходит часто вследствие прикосновений, именно прикосновений руками. А сколько чувств выражается таким образом, восклицательный знак. Когда же нервная система бывает весьма возбуждена на известном месте, то чувство становится восприимчивым к самым легким впечатлениям и замечает различия, которые ускользают от нас в нормальном состоянии. Наконец, как это заметил Белларже относительно одного случая, о котором он сделал сообщение медико-психологическому обществу. Ясновисящий может читать на губах магнетизера и отгадывать, как это делает глухонемы, по одному движению губ слова, которые магнетизеры иногда произносят щепотом, а иногда и мысленно, но сопровождая их движением губ. Если воспоминание о каком-нибудь факте всегда сопровождается отголоском внутреннего чувственного впечатления, которое запечатлело этот факт в нашей душе, то нет ничего невозможного в том, чтобы всякая мысль, в особенности мысль сильная и часто повторявшаяся, не сопровождалась нервными движениями губ и голосового органа, движением, которое довольно слабо, так, что может ускользнуть от чувства другого лица, находящегося в обыкновенных условиях, но которое заметно чувством, пришедшим в состояние значительного возбужения, таким образом, взявший в соображении все сказанное выходит, что то полукаталептическое, полусомнамбулическое состояние, которое в некоторых случаях порождается употреблением магнетических приемов, есть, как я сказал, это в самом начале главы, ничто иное, как разновидность или, если вам угодно, дальнейшее развитие сна, если чудесного следует искать где-нибудь, то это не здесь, ровно, как и не в других проявлениях способностей разумения, утратившей правильность и подверженной попеременно влиянию то возбужения нервов, то притупления их. Ну, вот такая вот интересная статья, интересная статья, минутку, лапа, еще минутку, интересная статья. На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение, как всегда, как обычно, приношу глубокую благодарность всем потенциальным слушателям и зрителям этого ролика, которые проявят интерес, а я вам рекомендую, очень интересная, очень интересная глава, очень интересная, замечательная, я и сам ее прослушал, хотя многое или почти что все знал, о чем сейчас зачитывал, но я с удовольствием прочитал, воспринял, почему? Потому что действительно так оно и есть, сопоставив и со своими ощущениями. Итак, спасибо и до свидания, до следующих встреч в чтениях. в чтениях. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok